Вложили в бизнес свои кровные и дело процветает. Можете рассчитывать на частичный возврат денег – до полутора миллионов рублей. Для бизнесменов предусмотрена субсидия. Ею в рамках госпрограммы в этом году воспользовались 13 предпринимателей. Например, свои расходы частично возместили сельхозтоваропроизводители. Желающих вернуть свои деньги на самом деле было больше. В областное министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства подали 45 заявок. Но большинству пришлось отказать. И в этом виноваты сами бизнесмены. У многих не были погашены задолженности по налогам. Список же получивших субсидию можно увидеть на сайте министерства. Есть четыре вида финансовой поддержки. Первый касается производства. Предпринимателям возвращаются деньги, потраченные на покупку оборудования. Можно возместить первоначальный взнос по договору лизинга. Третий вид касается поддержки частных детских садов. И четвертый – это софинансирование муниципальных программ. Учитывают затраты не только этого года, но и предыдущих лет в зависимости от вида деятельности. Субсидии выдают на конкурсной основе. Чиновники смотрят на экономическую и социальную составляющие бизнеса. Например, количество созданных рабочих мест, своевременную оплату налогов, зарплату работникам. В этом году финансовая помощь амурским предпринимателям составила более 75 миллионов рублей. В прошлом году мы распределяли 105 миллионов рублей. В текущем году, конечно, финансирование у нас сократилось. Но, несмотря на это, мы привлекли средства федерального бюджета. То есть у нас большая часть субсидий, а именно 72 миллиона из 75, которые я вам сказала, это средства федерального бюджета. У коммерсантов есть чуть больше месяца на подготовку и подачу документов. Нужно предоставить паспорт и технико-экономическое обоснование. Форма заявки есть на сайте Министерства внешнеэкономических связей. Также нужно подтвердить факт потраченных на бизнес денег. Например, предоставить чеки, документы о постановке на учет оборудования. Конкурс пройдет уже этой осенью. Наталья Погодаева, Антон Максимов, Альфа Новости.